Магомед Расул Абакаров 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 Магомед Расул Магомед Расул Абакаров 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 Магомед Расул Магомед Расул Абакаров Магомед Расул Абакаров Магомед Расул Абакаров Магомед Расул Магомед Расул Абакаров Абакаров Магомед Расул 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 Абакаров А задача тролля перевернуть все с ног на голову. Если он получил реакцию, он реализовал себя. Микейл, что ты хочешь сказать? Интересная тематика затронута. Я хотел еще один момент сказать. Небольшой опыт, как можно противодействовать, если интересно. О противодействии мы в третьем блоке будем говорить. Ты мне пока скажи следующую вещь. Если ты выкладываешь свои фотографии, какие-то свои мысли для всеобщего обозрения, вот эта мировая паутина, ты сам туда это все выложил. Чего ты ждешь, что тебя никто... Может, у человека другое мнение? Почему человек высказывает, может быть, прямо противоположное... Тебя почему должно обижать или цеплять то, что человек там высказал прямо противоположное мнение? Ну, я лично не конец. Амад, вы тоже, кстати, подумайте об этом. Но я-то не выставляю то, что... Нет, но когда тебя троллят, тебе что, нравится, что ли? Когда меня троллят, я, честно говоря, немножко согласен с психологом. Я тоже, я увлекаюсь, я, например, у меня все как будто... Кипеть начинает. Кипеть начинает, и я понимаю, что если он меня чем-то как бы пытается выводить, значит, публикации, мысль была на верном пути, какой-то час задел, и этот человек хочет перевернуть, и я уже играю с этим человеком. Но ни в коем случае, один момент, маленький момент, все-таки я обережу. Нормальные игры вот, да? Нормальные игры, там маленький момент, ни в коем случае нельзя при этой игре ориентироваться на него, а надо ориентироваться на аудитории, которая за вами следит. Вот это очень важный момент. Мухаммад? Абсолютно с ним согласен, но вот то, что вот наш госспециальный эксперт, Мурат говорит, да, психолог, да, я с этим не согласен, потому что я тоже чувствую вот этот тонкий момент, когда начинают играть, когда начинают вот все это поворачивать, там, вот как бы... Вот тролль, я считаю, это человек, который создал 20 страниц, допустим, да, здесь там 10 страниц 05, здесь там 10 страниц 95 регион или какой-то другой регион. И он начинает играть, он заводит тему, он создает повестку, и вот это все начинает кашу. Этот человек, на самом деле, тролль и от него вред. А когда человек, у него одна страница, у него какие-то вопросы возникают, и он хочет получить ответы, и мы с этим человеком ведем диалог... Вы должны быть готовы к тому, что, коль скоро вы выставляете ту или иную информацию, вам не стоит обижаться, и надо быть готовым к тому, чтобы... Готов. Можно? Вот если время есть, хочу вот один маленький пример привести. Пожалуйста, пожалуйста. Вот сейчас, вот месяц октябрь, месяц сентябрь, это было очень яркие два месяца, которые были вот очень много событий, связанных с мировым спортом, скажем так, который принес для Дагестана много радости, много эмоций. И в связи с этим, вот лично меня, вот ежедневно касается вот эта тема. Мне говорят, допустим, пишут, то в комментариях, то в личку пишут, почему вы выделяете какого-то спортсмена, почему вы игнорируете какого-то спортсмена. Вот прямо вот так задают вопрос. Например... А как это вас касается? Нет, вот это... Вы что, представитель СМИ? Даже я хотел видеообращение сделать, вот даже Микай знает об этом. Мне даже хотелось сказать, слушайте, друзья, я не работаю в Миниспорте, я не работаю в Муфтиате, чтобы меня с кем-то связывали. Я такой же гражданин Дагестана, вот знаешь, который патриот Дагестана, который радует успехам этих людей. Но все равно именно в мой адрес, не в адрес каких-то спортсменов, не в адрес министерств. Лично в мой адрес больше всего летают камни. И я хотел такой... Почему в ваш адрес летят камни? Ну, потому что активный пункт. Наверное, вы реагируете, а люди летят. Не, ну, наверное, реагируют. Кого видят, того и ругают, если с Богом говорят. Ну, один момент. Я хотел сделать такое маленькое видеообращение. Я думаю, надеюсь, это видео до меня дойдет, и это видео я выложу. Вот в Дагестане, наверное, 2000 максимум, ну, минимум, наверное, 2000 спортсменов. А по всей России их десятки, сотни тысяч спортсменов. Если вот мужское слово даю, мужское слово даю. Если хоть одного спортсмена, если хоть у одного спортсмена будет личная страничка, больше, чем я, который выкладывает и поздравляет других спортсменов, других видов спорта, других национальностей, других конфессий. И не просто, даже не спортсменов, а просто ведущихся людей, которые принесли там какую-то там славу, пользу для нашей родины, для нашей страны. Больше, чем у меня, если есть у кого-то личная страничка, которую выкладывают из спортсменов. Я вот мужское слово даю, я свою страничку удалю. У меня такое ощущение, что вас достали. У меня такое ощущение, что вас достали. Это опять идет подпитка троллям. Они достали, человек начинает уже вовремя. Вы вообще не боитесь, что после этого шква начнется еще больше? Люди на самом деле... Мои комментарии, они, знаешь, вырезали комментарии и там обсуждают, где 600-700 тысяч человек сидят в группах, обсуждают какие-то мои эти комментарии. Я же поэтому хочу сказать, Мухаммад Хажиев, вы должны же быть готовыми к этому. Куда более еще, куда еще... Хорошо, кто что хочет сказать, добавить? После маленького слова уже все. О том, как с этим бороться, мы будем говорить в следующем блоке нашей передачи. Друзья мои, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мухаммад Маликов сегодня задает определенную тенденцию разговора. Не переключайтесь. Друзья мои, это ток-шоу «Права выбора». Сегодня мы говорим о кнопочных героях, о троллях в интернете и так далее. И в последнем блоке, естественно, хотелось бы поговорить о том, вот, понятно, что троллить могут и весело, в принципе, да, достаточно. Мы каждый день это делаем. Когда мы подшучиваем над человеком, это тоже одна из форм, когда мы немножечко троллим друг друга, да. Но формат же бывает разный, бывает и формат травли. Я видел фильм, я еще раз скажу о том, как подобного рода травля в интернете приводило к самоубийствам, друзья мои. Вот как этому противостоять, какие маркеры расставить, об этом мы поговорим в третьем блоке нашей передачи. Вот что делать, на ваш взгляд, да, чтобы, ну, вот как не реагировать, научиться, я не знаю, да, или как выстраивать разговор, диалог, какие-то контраргументы или в ответ тоже, как бы, с ними до ихнего уровня опускаться, не опускаться, я не знаю, как. Михаил, вы так, я так понимаю, уже у вас есть что-то сказать. Был небольшой опыт, вот касательно троллинга, вообще благосферы, благосфера у нас в Дагестане активно развивалась несколько лет назад, и я историю одну вспомнил, живой журнал был такой, да. Да, он и сейчас есть. Ну, сейчас уже не так активно, практически на нет сошел. Там одна история была, в Кирове город, и наши земляки под Кировом, в одном лесу, там цех обрабатывали, древесину привозили, зарабатывали, одним словом, наши горцы. И с местным населением конфликт вошел, пошли оружием, там, бревнами друг на друга. Серьезный конфликт был на национальной почве, когда вот эта кавказофобия особо сильная была. Так вот, тогда я как-то врезался в эту тему, оттуда родственник моему другу набрал, попросил меня, знаешь, о его благосфере, написать статью, написал, и началось оттуда, как бы, бомбежки, да, 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 скажем так, с тех регионов. За одни сутки полтора тысячи комментариев, пришлось ночью не спать, интересно было, и даже меня уговаривали, оттуда тут взрослые люди, журналисты, знакомые писали, ну что ты, зачем тебе это, как бы раз каждому отвечать. Ну я выверенно отвечал, итог дело дошло до того, что утро вышел топ, на северо-кавказский топ вышел, и второе, нет, я считаю успехом, один из их ресурсов, интернет-ресурсов, оппонентов, предложил мне право администратора на своем сайте, за то, что, как бы, то есть я на ихнем поле оскорблением не играл, а каждому выверенно отвечал, я тебе что хочу сказать, я вот, на собственность, с тех пор для меня большой школа оказалась, когда она тебе идет, как бы, да, троллинг идет, а безликие люди, наоборот, да, вот, целенаправленно дискредитируют, или как тебя свести на нет, или вывести на негативные эмоции, ни в коем случае нельзя играть теми же, вот, скажем так, той же методикой. Все время нужно помнить, что за тобой следят, если он один, а за тобой, за вами сотни тысяч людей. А в каком случае, пардон, можно морду набить? Морду можно набить, то есть семью задевать, но не там, а отдельно в личку, как маленького делать, пригласить, чтобы никто не знал. Ну здесь, ну иногда, да. Я этого не делал. Возьмите его крупным планом, улыбнитесь своей милой улыбкой, и мы сейчас вам всем поймем, он не делал этого. Это было четыре года, последний раз четыре года назад было на ринге. У нас морду один человек только набивает, это Хабиб. А, ну в принципе, Мурат, в каком случае, вот реально, сейчас меня не обвиняют в том, что сейчас по телевидению, мне этот человек предлагает выбрать методологии, да, когда можно начистить, так сказать, Харько, кому-нибудь. В каком случае, вот не стоит абсолютно сдерживаться? То есть... Не стоит абсолютно сдерживаться? Когда... Таких случаев нет. Человек, социум... Давайте не будем лукавить, давайте не будем лукавить, что вот... Тролли, тролли, да, вот у них ничего святого нету, они используют любые ценности, семья... У них есть здоровье, которым они дорожат наверняка, и вот этот фейс, которым они тоже хотели бы дорожить, наверное, потому что им завтра подойти надо к зеркалу и не испугаться. Они защищены виртуальной секретностью своей, их вычислить невозможно, поэтому они смелы, ну как будем сравнить с брехливой собакой. Вы мне скажите, в каком случае, вот, надо этому кнопочному герою, вот, понять... Не в каком нельзя. А? Его найти не надо еще. Не в каком нельзя. Даже если найти... И уж найти же еще надо говорить. Даже если найти его, все равно, проявляя против человека любую эмоцию, мы подпитываем его. Он достиг своего, он вывел нас. Вот вы знаете, человека один раз на площади, там, кто-то побил, он вышел с каким-то таким нетрадиционным лозунгом, да, его там побили, в милицию забрали, выгнали. Так он наверняка сейчас ходит везде и хвастается, вот я был, со мной вот так, меня побили. Ой, зато он второй раз туда уже не рискует прийти с этим нетрадиционным, как его этим самым. Он в другое место пойдет, он здесь свое получил. Везде говорит, ну и что, что он говорит, он уже не делает этого. И эмоционально реагируя против троллей, мы их подпитываем, мы им говорим, молодец, друг, у тебя получилось, ты вывел меня из себя. И он идет к другому, к третьему, пятому, десятому, пишет что угодно, кричит что угодно, и он выводит, и у них получается. Знаете, я бы здесь отметил бы, и все, наверное, понимают, что это просто беспардонно бессовестные люди. Понимаете, хам, твой тролль, разные вещи. Просто легко их заблокировать, зачем с ними отвечать, с ними входить, бессовестным человеком, как можно с ним спорить или разговаривать вообще. Оставить его лучше же. Это и пример из жизни сподвижника Абу Бакра, когда один человек, говорит, ругал его, и он молчал. И потом он как бы не стерпел уже и начал отвечать ему. Пророк с Аллахом, который рядом сидел, он ушел. И Абу Бакра, догоняя его, говорит, о, посланник Аллаха, ты почему ушел? Я думал, что ты тоже меня как бы поддержишь. Он говорит, когда ты молчал, говорит, тот ругался с тобой, за тебя ангелы отвечали. А когда ты начал отвечать, говорит, тебе начали помогать, говорит, шайтаны. Поэтому я и ушел, говорит, чтобы не находиться на том месте, где находишь шайтаны. А этим молодым ребятам, которые ходят в мечеть, и они, ну, либо в церковь, и они видят, что их религию просто оскорбляют. Вообще не церемония. Оскорбление религии. Вы знаете, вот я, например, тоже читаю эти комментарии. У нас свои страницы есть. Там тоже бывают всякие, да, вот мне нужно их знать, поэтому читаю. И такой человек, как этот бессовестный, как бы, вот этот, как тролль, да, вы его называете, да, видит, ему всякую гадость и пишет, всем становится ясно, что это, что за личность. Никто его не поддерживает. Может быть, он сам себе поддерживает в другой странице, там, сам себе там другие комментарии пишет. И нормальные люди ему не отвечают, не потому что не хотят ему, не могут отвечать, просто, ну, не хотят запачкаться от него и оставлять. И кажется, впечатление такое, как будто он выиграл в этом споре, как будто он прав. Ну, для нормальных людей картина бывает истинная. Поэтому самый легкий и самый верный вариант заблокировал, удалил его комментарий, и его тоже заблокировал, и отгородил себя от таких ненужных личностей. Вот и все. Вот как говорит народная пословица, не соревнуйся со свиньей, ты испачкаешься, а ей приятно будет. Друзья мои, Горизода, пожалуйста. Ну, я хочу согласиться вообще с психологом и с уважаемым алибом, потому что это действительно правильно. Иногда промолчать и отойти в сторону – это самое лучшее решение. Ты провоцируешь, ты побуждаешь людей, это их работа. Извините, я вас поправлю, не молчать и отойти в сторону, а игнорировать. Ну, игнорировать. Это разные вещи. Ну, в интернет-залфе… Пожалуйста. Я Амина, медицинский колледж, и мне пошла, я хотела задать такой вопрос. Смысл чернить кого-то, зная, что тебя не видят? Вы за или против таких персонажей? Ой, ну, смысл чернить кого-то за или против, ну, если тебя не видят. Ну, вот в том-то и дело, что они, понимаете… Ну, прокомментируйте, кто хочет прокомментировать, прокомментируйте. Говорю, да, девушка задала вопрос, вот, поддержите, я не знаю. Помните, наш бывший глава, есть определенный цель, он сам признавался, что его затроллили 52 раза, как бы, да, с поста скинули в интернете. Помните? У них определенные вот такие цели есть, определенные цели, люди работают, как здесь говорили, политические цели и так далее. Поэтому поводы без причин не бывают, конечно, в основном находятся. Кстати, я хотела отметить, что некоторые, вот я как-то сидела, листала ленту этой программы, я смотрю, что есть, оказывается, некоторые персонажи, которые прям вот набирают себе именно на вот такой вот реакции. Они прям вызывают отвращение у аудитории, да. Да, вот, да, они вот реально на этом вот хайпуют, они вот на этих комментариях злостных. Люди такое ощущение, что приходят туда вот именно поругаться с ними. Они волчат, они продолжают это все, гну свою линию, да, вот то же самое. Вот вы когда говорите, это весело, пранки, это весело, ну вот буквально на прошлой неделе мы обсуждали границы юмора. Юмор по годству у меня была передача, да. Пранки, это весело, вот весело, когда вы идете со своим мужем, и кто-то подбегает, вас берет в охапку и бежит дальше, это весело? Это единственный возможный вид пранка? Нет, ну... Единственный возможный вид, можно сказать, что юмор это весело, можно сказать? Юмор, юмор, да. А он бывает разным, так же пранки бывают разные. Ну чаще всего. Ну я сейчас, наверное, имею в виду... Она говорит о негативном. Да, я говорю именно о таких пранках. Вот как было на Евровидении, помните, когда вот один известный украинский пранк, который подошел, извините вот за выражение, он просто снял штаны перед победительницей Евровидения. Это было вообще, конечно, и причем это показали все ведущие СМИ. Это пранк. Это пранк, это троллинг. Да, он набрал себе кучу вот всяких там лайков. Ой, я даже подумаю, это оставить или нет, чтобы лишний раз людям эту рекламу не делать. Ахмад. Не, ну, как сказать, Герострат тоже против, да, сжег этот как его. Да, да, да. Чтобы войти в историю, да, ну давайте не будем Геростратами. Все высказались? Да, пожалуйста. Да. Все-таки все, что мы обсуждали, виды так называемого виды троллинга, такого, скажем так, низкосортного троллинга, мы обсуждали, когда люди откровенно оскорбляют, их можно игнорировать или заблокировать и тому подобное. Есть случаи, когда у человека есть компромат, иногда порнографического характера, и он просто жанты жирит, его нельзя игнорировать, он просто это выложит в сеть. И, опять же, говорю, жертвами становятся не те люди, которые здесь находятся в аудитории, а более молодые, которые по глупости, да, выложили. А раз у нас третий блок, в котором мы говорим, как с этим бороться, опять же, не сказали, кроме как игнорировать, как еще с этим бороться. Ну вот, вы на самом деле очень интересную мысль сейчас подали. Дело в том, что на самом деле, а что делать тогда? Ну, во-первых, интернет грамотность или интернет безопасность? Должны быть, ну, не должны быть, они и на самом деле существуют, центры для поддержки тех, как даже Мелания Трамп, это первая ледиция США, она объявила, что одной из главных целей будет борьба с кибербуллингом, то есть травлю в интернете, с которой сталкиваются подростки. Ну, во-первых, мы должны сказать детям, какая информация может быть в дальнейшем вспомнить, но против них, если они подвергаются такой, как им обращаться к психологу, потому что они скорее обращаются к психологу, чем к родителям в травле признаваться не очень хочется, тем более, что она часто из онлайн переходит в оффлайн. И то, что здесь называют троллингом, негативный комментарий. Знаете, извините меня, но Инстаграм, мне кажется, это как раз та социальная сеть, где меньше всего троллинга. Ну, вы даже имиджборд или что-то подобное вообще не обсуждаете. То есть вы предлагаете в случае, если, коль скоро человек, ну, на самом деле попал в такую сложную ситуацию, ему как минимум психолог обратится? Его не нужно отправлять к психологу, потому что, ну, должна быть какая-то доступная, и всем известна, наверное, служба поддержки. Да, подытожу. Я думаю, что РАИСАД имеет в виду это создание центра, и я думаю, что это должно быть такое, где вот именно подросткам может оказаться психологическая помощь, и помощь, наверное, реальная программистов. Я думаю, что даже это может быть как на общественных началах. Почему вы РАИСАД не поаплодировали? Вот это меня, честно говоря, немножко удивляет. Она реально говорит очень важные, хорошие вещи. По большому счёту, технически это несложно. Телефон, два-три номера, горячая линия, два человека, два программиста и один психолог, они вполне могли бы сейчас нестять на себя вот такую нагрузку. И я думаю, что такой общественный центр был бы поддержан именно, ну, было бы здорово. Да, пожалуйста. У нас вот недавно статистическая была опубликована по количеству жертв от дорожно-транспортных прощейств в Дагестане. Я именно говорю Дагестане, потому что у нас дагестанские зрители, чтобы вы понимали, 237 человек погибло с начала этого года до сентября за 9 месяцев. В среднем полтысячи в год. При этом у нас есть целая служба ГИБДД. У нас жёсткие правила дорожного движения, которые есть опубликованы государственным регулированием дорожно-транспортного движения. При таком жёстком государственном регулировании мы видим вот такую жертву, 230 с лишним жертв. Что вы хотите от интернета, где абсолютно никакого регулирования нет, и вы хотите обычной общественной организации эту проблему решить? Смотрите, Мухаммад Расул, у нас есть травмпункт. Прекрасные врачи, но они же не спасают эти же... Человек говорит, когда человек уже попал в аварию, его жизнь уже можно будет не спасти. Надо сделать так, чтобы в эту аварию уже не попадал. А вот это тоже, конечно, согласен полностью. А чтобы он не попадал, необходима была какая-то служба государственного контроля. И должно быть жёсткое государственное регулирование именно интернета. Пожалуйста, молодой человек и уже после этого эксперты. Ну, здесь говорили в основном, кто-то говорил, надо блокировать, сказали, внимание не обращать. Но можно, я думаю, по-другому сделать. Если человек, мы понимаем, что он без объективных причин, например, тролли, то есть нас выводит из себя, можно сказать ему, ну, чего тебе не хватает, почему ты себя так ведёшь? Прямо вас послушал, молодой человек, да, чего ему не хватает. Ему не хватает, поэтому он вас слушать будет, по-вашему. Ну, помочь ему попытаться разобраться в себе, да, если человек... У него вообще никаких проблем, у него вообще никаких проблем. Ему не надо, чтобы ему кто-то помог разобраться в себе. Он просто тупо хочет, как сказать, поглумиться над этим и посмотреть, как жертва будет, я не знаю, умирать, реагировать, что угодно делать. Помочь ему наватить жизнь, да, провести. Какой вы светлый, замечательный парень, эти аплодисменты вполне заслужили. Мухаммад, вы помогли, я так понимаю, разобраться нескольким людям в себе? Надеюсь, да, до них это дошло. Но вот хотелось бы сказать, что вот здесь говорили, тоже надо их проигнорировать. Да, я тоже их блокирую, игнорирую, удаляю. Но есть тема, несколько тем, которых я не могу проигнорировать. Хоть меня убейте, я не могу. Когда вопрос касается моей родины, когда вопрос касается религии и таких героев, которые наших, да, вот настоящих героев. И когда вопрос касается моей семьи, я не могу это проигнорировать. Я сначала отвечу, потом могу его удалить и заблокировать, чтобы до него дошел в той форме, ответ мой, который я хотел ему донести, чтобы в той форме до него дошел, потом могу, знаешь, с чувством выполнения долга удалить и заблокировать. Но я не могу проигнорировать это. Я вот признаюсь, хотя я не конфликтный человек. В принципе, убедительно, убедительно, убедительно. У меня вариантов нет. Есть четкий способ, опять-таки пословица русская, клин вышибают клином. А вы не пробовали выводить самих троллевых? Я пробовал, получалось, честно говоря. Троллить самих троллевых. Иногда к этому не бывает готовых. Хажи, пожалуйста. Не бывает иногда готовых. Я думаю, здесь больше нужно воспитывать. Это же основные молодые люди за этими картинками прячутся. Их нужно воспитывать. Духовно-нравственное воспитание нужно. У каждого человека, у него есть все-таки вера. Если мы живем в Дагестане, мы здесь мусульмане. С точки зрения ислама, с точки зрения шариата, сказания пророка, саламу Аллаху Алию, в средстве этих людей, мои слова, вот эта передача даже посвящена. Они посмотрят даже, о чем они там болтают. Но не авторитет для них. Но для таких людей все-таки бывает авторитет, слова Всевышнего Аллаха. Для таких людей бывают авторитет слова пророка, саламу Аллаху Алию Саламу. Но они их забывают. И вот в этом болоте как бы находятся, в котором они сами себя закинули сюда. Но хочется им напомнить, что пророк, саламу Аллаху Алию Саламу, сказал, Мусульманин, определение мусульманин на пророк, саламу Аллаху Алию Саламу, дает. Это мусульманин, это такой человек, от зла языка, от зла его руки, которую обереглись все остальные люди. То есть, если у меня сосед мусульманин, если россиянин будет, другой верный человек, у него будет находиться сосед мусульманин, он будет знать, уверен, что от него никогда он зла не увидит. Ни от языка, ни от руки. А другого, кого-нибудь там, пьющего, наркоманов, ожидает. Даже мусульман, если вот это определение пророка, саламу, придерживались бы, у нас вообще таких проблем не было бы. У нас уважение было бы, и у нас у себя на родине к мусульманам, и у себя на родине в России, в любой точке. Просто мусульмане не ведут себя как положено. И, естественно, обратная реакция тоже бывает. Спасибо. Река течет. Ставим плотину, получаем электроэнергию. Ветер дует, паруса, корабль плывет. Ветряные мельницы, пшеница. Если тролли правильно использовать, они будут нам давать энергию, они будут работать на нас. Давайте воспринимать их, давайте воспринимать их не как троллинг. Они показывают нам наши слабые места, они давят нам на наши святыни, и мы начинаем подпитывать их своей энергией. Давайте понимать, что тролли дают нам, они показывают нам информацию для роста, где мы чуть послабели, они тут же нам давят на это место, и, значит, нам надо это укреплять. Спокойного человека, уравновешенного тролли не возьмут. Друзья иногда по какой-то причине не скажут нам, что там у тебя что-то плохо. Нормально все. И мы ходим, выглядим иногда, не совсем будем говорить опрятно. А человек, который не друг, он не даст расслабление, он сразу скажет, а, у тебя там, у тебя то, у тебя то. И поправив, устранив это, мы начинаем выглядеть более лучше. Поэтому тролли нужно вообще, для меня тролли это подарок, для меня тролли это подарок судьбы. Я радуюсь, когда они мне пишут, потому что они мне пишут, где моя слабость. Я продумываю ответ, даже распиариться можно из-за этого, если грамотно, красиво ответить, то зрители видят, да, вот этот человек, он не стал, не опустился до тролля, а он поднялся выше самого себя. Ну, иногда они пишут, жалко, я скучаю по ним. Пишите мне тролли, пишите. Друзья мои, вы, в принципе, услышали рекомендации наших экспертов, тех людей, которые работают в этой сфере, да? У каждого есть что взять. Вот давайте, на самом деле, рациональное зерно у каждого возьмем. А, как я говорил, эти тролли были, есть и будут, и они пытались чернить самых лучших, самых лучших людей. Но от того, что они чернили, и от того, что, как говорится, глаза летучие мысли не видят солнца, что теперь делать, да? Такое бывает. Давайте вот от каждого из них возьмем по чуть-чуть, и избавимся от этих всех проблем. Просто самое лучшее вообще для троллей, я смотрел, просто их игнорировать. Но игнорировать можно по-разному. Я думаю, в этом смысле самый лучший вариант – это вот нести в себе что-то хорошее, доброе, светлое, то, о чем говорил Мохаммад Хаджи. Я ни в коем случае не исключаю то, о чем говорил и наш эксперт Мурад, и Мохаммад Маликов, и Микаэл Микаэлов. Оставайтесь на канале ННТ. Мы постараемся быть полезными всего самого наилучшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!